Редкая фламандская живопись 17 века, яркие современные полотна и необычные керамические композиции. Такой привычный жанр натюрморта предстал перед зрителем совершенно с разных ракурсов. В выставочном зале музея Воснецовых открылась новая выставка «Среда обитания натюрморт». Эта экспозиция три в одном. Первый зал раскрывает историю натюрморта через работы классиков, второй – философию, а третий показывает эстетику. Обо всем подробнее расскажет Алина Кутрихова. Натюрморт «Битая дичь» фламандского художника Яна Фейта открывает выставку. Это уникальное полотно 17 века, которое хранится в наших фондах. Возможно, сейчас такая тема вряд ли нашла бы отклик, особенно у защитников животных. Но в то время охотничьи натюрморты были в большом почете. Такие натюрморты были очень популярны в 17-18 веке. Благодаря таким маленьким фрагментам охоты, обычный бюргер мог представить себя аристократом, потому что мог повесить дома такой небольшой натюрморт и представить, что это он был на такой охоте. Первый зал выставки «Среда обитания натюрморт» рассказывает историю жанра. Работы мастеров 17-го столетия дополняет живопись 20-х годов прошлого века. Здесь можно встретить и полотно знаменитого русского авангардиста Михаила Аларионова. Интересно наблюдать, как в целом менялся стиль и характер письма вместе со сменой эпох. Для Вятки, наверное, интересна работа Михаила Демидова, наш уроженец. И у него представлен портрет с фрагментом натюрморта. То есть многие спрашивают, где здесь натюрморт. На самом деле он спрятался за головой девочки. Во втором зале натюрморт представлен с философской точки зрения. Керамическая инсталляция Ирины Зеляниной здесь пришлась как нельзя кстати. Автор размышляет на тему современного перепотребления. Вот первый пласт. Это глиняные кувшины, которые не несут вреда планете. В отличие от второго, это пластиковые стаканчики, которые выбрасываются тоннами ежедневно. И только от нас с вами зависит, упадет ли на землю очередной кусок пластика. Но конечно стаканчики здесь не пластиковые. Они выполнены из специальной белой глины и к ним ни в коем случае нельзя прикасаться, так как остаются следы. Философия натюрморта в этом зале ставит вопрос о месте вещей в жизни человека и об осознанности потребления. Это и размышления авторов, их воспоминания о дальних странствиях, яркие современные полотна и солидная коллекция, необычные керамики. На первый взгляд можно подумать, что это керамические жуки, но на самом деле это вазы. То есть это вазы, которые приняли такую бионическую форму. Вот у нас сращивание с природой. Третий раздел выставки – эстетика. Здесь натюрморт более легок и понятен. Узнаваемые подсолнухи с как бы подглядывающим вангогом. Аппетитный улов и сочные тыквы. Натюрморт, раскрытый с нескольких позиций и дополненный керамическими формами, смотрится интересно и свежо. Он словно ведет диалог со зрителем. Убедиться в этом можно в течение месяца. Выставка будет работать до конца марта.